Япония с Сахалинцем близка не только географически, нас связывают история, уникальная культура, вкусная кухня, любимая многими и доступная навигация. Острый Витян есть выбор, добраться до страны восходящего солнца на самолете или морским транспортом. Наша съемочная группа испытала на себе второй вариант. В Японию нас доставит вот этот быстрый катамаран, Пингвин 33. Людей, которые боятся укачиваний, сразу хочется успокоить. Я к ним тоже отношусь и поездку перенесла стойка. Итак, судно комфортное, обе палубы пассажирские. На нижней надувные матрасы с подушками и одеялами, кресло, телевизор. Есть даже зона отдыха для пассажиров, сложно переносящих качку. А еще приветливый персонал, который сделает все, чтобы успокоить людей. И жилеты денут, и выходы запасные покажут. И даже где спасательные плоты находятся. В первости я вообще боялась, я крестилась и по-японски, и по-русски. А я тебе сейчас сказал, что все будет хорошо. Человек вот встретил, вот такой позитив, и я вот, уже мне нравится, даже очень. Безопасность здесь, прежде всего, на судне обеспечивает еще и экипаж. Смотрит за всеми пассажирами. Удовство очень шикарное. Здесь можно и посидеть, можно и поспать, можете ездить, посмотреть. Можно спокойное передвижение, на палубу пройти. Поэтому пассажиры, которые идут на этом судне, довольны путешествием. Японию надо посетить. Это такая страна культурная, тонкая, такой, высокая технология. Каждый человек, кто будет побывать первый раз, он поймет, что ты Япония, страна чудес. Сезон летней навигации еще не завершен. А чтобы подогреть интерес сахальницев к морским путешествиям, с 1 августа японский оператор переправы в Аканай Корсаков снизил тарифы на билеты на 30%. А с начала этого года упрощен визовый режим поезда для граждан двух стран. Россияне теперь могут оформлять многократные краткосрочные визы с непрерывным пребыванием до 30 дней. Сроком действия до трех лет. И еще приятное новшество для туристов. Велосипедистам хотят разрешить путешествовать на Пингвине вместе со своими железными друзьями. Судно ходит в период летней навигации каждый день, кроме воскресенья. Всего это судно вмещает до 80 человек. Но сейчас здесь только 26 пассажиров. Многие предпочитают добираться до Японии на самолете. Но именно здесь можно разместиться с комфортом. И, например, поспать в полный рост. Хорошо. Мне нравится Южосахаринск и Сахаринск. Очень хороший экипаж доброжелательный. Ну, все, что здесь можно было организовать, максимально организуют. Горячий чай, кофе, пожалуйста. Мы с семьей, да, будем в Аканайе и в Сапара. Два города. Вот. Сейчас у детей каникулы, поэтому используем возможность посетить Японию. За разговором о Японии время пролетает незаметно. И пингвин спустя 3,5 часа швартуется в порту Ваканая. Хоккайдо встречает нас с теплым дождем. В порту есть возможность обменять как рубли, так и доллары. А мы отправляемся на самую северную точку Японии – мыс Сое. В хорошую погоду здесь виден мыс Крильон на Сахалине. Но небесная канцелярия нам увидеть родные края не позволила. Зато мы познакомились с японскими байкерами. Это движение любителей мотоциклов Харли Дэвидсон. За шлемом скрывается господин Симада. Некоторые участники нашего движения впервые видят мыс Сое. Я никогда не был на Сахалине, но очень бы хотелось к вам приехать. Ну а мы отправляемся в город Мамбецу, где находятся центры охраны тюленей и дрейфующего льда. Но об этом в нашем следующем выпуске.